Игорь Николаевич, по-моему, у меня уже запись пошла. Сейчас, секунду. Да, Хаса, запись идет. Идет запись, да? Игорь Николаевич, я вас поздравляю с днем 7 ноября, с праздничным днем. И Наташу поздравляю, которая сейчас вам помогает нам вот этот вот проводить встречу. А я специально картины выставил в праздник же все-таки 7 ноября. Вот у меня оркестр, оркестр. Да, да, оркестр картин. Да, и ромашка там, и ромашка, белая ромашка. Да, которая все символизирует единство. Да, вот именно. Я вообще думаю, следующий год можно назвать годом белой ромашки. Может, это будет содружество какое-то? Или как поступить сегодня, когда такая мировая ситуация с энергетикой? Ну, сначала пару слов о прошедшем празднике. Мы, к сожалению, не сделали записи перед праздником. Это было бы вообще... Это величайший праздник. В чем его смысл? Ведь в соответствии с теорией Маркса, революция должна была произойти в наиболее развитых капиталистических странах, то есть в западных. Но ничего этого не произошло. Революция произошла на окраине капитализма, в России. И все как-то вот этот фундаментальный и удивительный факт абсолютно не обсуждают. А в чем же на самом деле смысл революции 1917 года? Это событие было заложено в проект высшего разума по развитию нашей человеческой цивилизации. Потому что если бы продолжалось господство иудаизма, то они поступили крайне просто. Потому что в 60-е годы была сформулирована проблема золотого миллиарда. То есть уже тогда люди и наиболее глубокие аналитики стали понимать, что энергетических ресурсов на Земле ограниченное количество. И в течение некоторого времени вообще их не будет. И что тогда делать? И они сказали, что единственный выход – это уничтожить большую часть человечества. Оставить только золотой миллиард и развивать искусственный интеллект, создавать робот, который этот золотой миллиард будет обслуживать. Поэтому все силы Запада были брошены не на энергетические программы для спасения всего человечества, а были брошены на создание искусственного интеллекта, роботов и так далее. И они другого выхода не видят до сих пор. Когда я все эти вещи понял в середине 90-х годов и понял, что сценарий золотого миллиарда не проходит именно с точки зрения развития разума человечества и достижения потенциала Бога Отца или высшего разума, как у меня в книжке написано, то я с того момента понял, что главная проблема – это не роботы, не цифровизация, которую навязывает Запад, а это создание энергетики, которой бы обеспечило все человечество, но при этом автоматически уничтожается любая элитарность, любая хозяева, начальники, академики со званиями и так далее. Именно из-за этого я не пошел в Академию наук в свое время. То есть любая элитарность должна быть ликвидирована. В этом случае развитие будет наиболее эффективным, потому что, чтобы получить новые флуктуации в знаниях, требуются некие, эти флуктуации, они зависят от численности населения, сколько человек об этом думает. И это для того, чтобы мы могли перейти, сдвинуться в рациональную область, тут нужна не цифровизация, а мыслительный процесс от огромной части населения. Вот за это, собственно, я и борюсь. Поэтому Запад всячески препятствует этому развитию. Но ему осталось уже недолго жить, потому что изменения наступят уже очень скоро. И всякая элитарность будет ликвидироваться. Посмотрите интернет. Об этом пишут все больше и больше. Кому нужны эти иудеи, которые тратят на себя безумные деньги и огромное количество денег отправляют в Штаты, чтобы те держались как можно дольше. Но уже этой зимой не исключено резкое обострение ситуации. Особенно нагнетаются уже ситуации в Европе. А если Штаты останутся одни, то они тем более долго не продержатся. Поэтому мы готовиться должны именно к этому переходу и делать все возможное для того, чтобы он был максимально бескровным. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, что мы обычные люди, чем мы можем помочь в этом направлении, чтобы вопросы энергетики были решены так, как Вы предлагаете? Ну, уже много людей пишут наверх письма, чтобы устроили публичное обсуждение моей программы. Уже по существу от термояда отказались. От реакторов на быстрых нейтронах тоже. Недавно заседание было в Курчатском институте. Там Влад выступал Нигматуллим и полностью разнес программу быстрых реакторов. Их нет. И поэтому ничего нет, кроме ядерных релятивистских технологий. У человечества просто сегодня ничего другого нет. И люди должны требовать, чтобы наша власть наконец начала обсуждать эту тему. Чтобы устроили прямое заседание, например, либо в Миннауке, образовании науки, либо в Академии наук, чтобы это обсуждение было публичным. Против меня бы посадили любых там академиков, кого угодно. Я их всех прекрасно знаю. Они абсолютно и пустышки. И ничего возразить не смогут. Надо требовать публичного обсуждения начала работ по ядерным релятивистским технологиям. И я всех слушателей прошу в первую очередь об этом. Заставить нашу верховную власть и Путина, который первым, кстати, озвучил нашу программу еще в 2000 году в Организации Объединенных Наций, чтобы он устроил такое обсуждение. Игорь Николаевич, а Вы сами можете порекомендовать каких-то физиков, ядерщиков, которых Вы, может быть, знаете, которые могут там быть в дискуссии, если они не могут представить каких-то физиков, которые могут быть в дискуссии, Вы можете порекомендовать? Есть такие у нас сегодня? Физики, ядерщики? Нет, есть академики в этой отрасли. Я там очень многих знаю. Я даже с Эдиком Волковым как встретился, я ему говорю, давай пойди к президенту и попроси, чтобы устроили обсуждение этого вопроса. Эдик Волков сразу пропал. Пускай приходит на обсуждение. Он академик в этом направлении. Может быть, мы тоже им будем писать, этим академикам, чтобы они вышли... Они ничего не решают. Они сидят и слушаются верховную власть. Решает все сегодня это Кириенко. Надо писать Кириенко и Путину, что сегодня все уже понимают, что главный вопрос энергетический. Есть утверждение, что альтернативы ядерно-энергетическим технологиям нет. Игорь Николаевич, вот у меня такой вопрос, как у обычного человека, который в этом ничего не понимает. Ну, наступает же какая-то точка времени, когда вдруг образумляется общество, когда и начальство вдруг понимает, что надо на что-то опираться, с кем-то советоваться. Какой-то момент, когда может наступить такой вот час икс, как говорится, когда образумление происходит? Как только не надо будут деньги переводить в Соединенные Штаты, и все там будет аннулировано, то, что наши на Запад переводят, олигархи, то это будет как раз тот момент. И он уже наступит достаточно скоро. Но это уже пойдет через кровь. А желательно это сделать пораньше. чтобы люди начали работать. И вот день Великой Октябрь Социалистической Революции как раз велик именно тем, почему это величайший праздник, что он сказал, что сценарий золотого миллиарда не пройдет. И надо поэтому решать энергетические программы, а не делать цифровизацию общества. Вот основные тезисы. Ну, это еще Ленин, по-моему, говорил, что советская власть – это есть электрификация всей страны, да? Нет, коммунизм есть советская власть, плюс электрификация всей страны. А ядерно-электрические технологии будут давать только электричество в качестве энергии. Это самый лучший вид энергии для человечества. Самый чистый. в разведку, в розетку вакунул, и все чисто. То есть, получается, верхи не хотят, потому что олигархи эти имеют деньги как раз-таки на Западе своей, да? Вот из-за этого вот это все вот… Ну да, а военные приложения моей технологии – это они обнуляют авианосный флот штатов, за счет которого они держат весь мир в кулаке. И это проверено. Американцы дали контракт на 70 миллионов долларов. Его стали делать сразу. Когда китайцы давали деньги, то работать не работали. А как только американцы дали деньги, то по военным приложениям, то все это сразу сделали и проверили. И поняли, что все это так, и с тех пор работа запрещена. Богомолов убит, Волков убит, мое здоровье испорчено. И я не знаю, как я вообще еще сколько протянул. Игорь Николаевич, ну вот раньше говорили, общественное самосознание, вот революционное самосознание, ну как-то должно быть в обществе какой-то механизм саморегуляции, когда миллионы людей начинают понимать, что происходит. Вот вы постоянно трудитесь над этим, чтобы люди поняли. А там же не физики сидят, там же люди самых разных направлений деятельности. Вот как донести до каждого вот эту глобальную... очень просто. В Европе мне постоянно тут звонят, там цены растут катастрофически, потому что растет цена на энергию. И они все уже то есть это дело понимают. Что наши хотят, чтобы Китай забрал Сибирь и отключил энергетику в европейские части России, но дождутся этого дела. Пускай читают в интернете сейчас по новым материалам, что энергетическая ситуация в мире ухудшается. В России ее пока держат. Они хотят дождаться, чтобы у них свет погал. Тогда понять. Тогда будет уже поздно понимать. Тогда будет резня. Игорь Николаевич, у меня еще один интересный вопрос такой вдруг возник. Я смотрел интернет, я же все время смотрю ваши выступления, я видел там критику. Вот я хочу понять, эти люди, которые критикой занимаются, они сами разбираются в атомной энергетике или нет? Ну, я в последний раз последний видел. Я вот и предлагаю, чтобы эти люди не в интернете просто эти вещи обсуждали, а чтобы они сели со мной за один стол. потому что они же говорят людям, которые в этих делах действительно не понимают, и им трудно разобраться. А когда будет дискуссия, то люди просто увидят результат. Я это и требую. Ну, может, они боятся еще и потому, по психологической причине. Если вдруг вы их назовете болваном или еще как-то, я шучу немножко, но в моей шутке есть доля правды. Ведь вы очень резкий человек, вы говорите, как есть. Вы говорите, как есть, и не терпите глупых возражений. Но они же не совсем может быть воспитаны, и поэтому не выдерживают вот такого прямого слова. Так я эту терминологию использую только по той причине, потому что мне 30 лет не дают возможности устроить обсуждение. А если будет обсуждение за одним столом, то я, естественно, буду абсолютно корректным. Какие проблемы? Отлично. Если я-то это знаю, но это же не все понимают, потому что поэтому я этот вопрос и задал. Конечно, вы будете корректны. Я-то вас лично знаю хорошо, вы очень корректный культурный человек. Мало того, вы разбираетесь в живописи, вы разбираетесь в стихах, вы разбираетесь в культуре, но как же иначе? Ну вот, поэтому все просто. Если бы вам 30 лет не давали возможность показывать ваши картины, вы бы тоже начали ругаться. Естественно. А мне 30 лет не дают работать. Да. Во все время выделили 500 тысяч рублей после указаний Путина. И все. А сколько на термояд выделили, а сколько выделили на быстрые реакторы? Что-то обсуждать. Значит, нам надо всем писать Путину. Писать Путину. Да, и Кириенко. Кириенко, да. Писать, 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 да. И количество перейдет в качество. Наконец-то случится. Да. И требовать. Почему они блокируют обсуждение этой темы? Самый главный вопрос сегодня энергетика. А вы видели хоть одну дискуссию по энергетике на телевидении? Нет? Я-то телевизор не смотрю, я смотрю интернет. Да, действительно, в интернете тоже нет таких дискуссий, чтобы такие были четкие, понятные. Нету такого. Ну, чтобы за одним столом сидели. Нету, нету. А вот этот академик Нигматули, на котором вы сказали, он... Он не академик, это его брат академик. А, его брат академик. Да. А он как? Он не может написать Путину или что? Да они, когда он выступал, мне все говорят, тебе вот-вот позвонят, тебе вот-вот позвонят. Но звонка до сих пор нет. Они... Влад молодец, он выступил просто на семинаре в Курчатском институте и сказал, что вся программа реакторов на быстрых нейтронах, о которой сегодня Росатом говорит, это абсолютная глупость. Ну, сделал очень серьезный шаг в этом направлении. О, Игорь Николаевич, как хочется вам помочь, поддержать. Ну, давайте будем обращаться ко всем... Вот все участники нашего канала, например. Пожалуйста, друзья, посмотрите выступления Игоря Николаевича, предыдущие выступления, посмотрите, ведь это так важно сегодня, чтобы вот этот свет, который у нас светит, чтобы он светил и завтра. Вот сколько времени мне еще харкать осталось. Работа бы началась, может, была бы и медицина настоящая. А так я мурчусь каждый день. Заснуть не могу. Ужал. Ну! Игорь Николаевич, придете ко мне, я вам иголочки поставлю еще, поставлю, поставлю, чтобы меньше... Но дело же не в этом, дело же в другом. Дело в принципе. Принцип заключается в том, чтобы человечество сохранило разум на земле. Вот у Игоря Николаевича есть прекрасная книжка. А вы можете показать ее сейчас тем, которые ее не видели? Наташа, пожалуйста. Как раз эти... У меня последнего издания, вот, концептуал, который сделал, к сожалению, нет. У меня кто-то забрал и не вернул, у меня больше нет. Ага! Вот, кстати, я дам еще книжку Наталье, может быть, там вашу, и среди них распространить отца Дмитрия, моего друга, который, так сказать, понял полностью мою книгу. Да, покажите, Игорь Николаевич, покажите. А это вот моя книга, одно из изданий. Чуть ближе-ближе к этому объективу. Вот. Введение философии ненасильственного развития. Это сохранение разума на земле. Игорь Николаевич, вы, пожалуйста... Развитие разума должно происходить теперь в ненасильственном обществе. Я об этом много раз говорил. Время царя земного денег закончилось. И теперь мы должны прийти в ненасильственное общество, в котором все люди должны быть рабами божьими. Не нужно никаких голосований, никаких законов, никаких партий. Все это абсолютная глупость, потому что этот мир создан не нами. И мы должны познать эти законы этого мира и жить по ним. Вот этому и посвящена моя книга. Игорь Николаевич, но пока все человечество так образумится, это сколько лет нужно? Да не лет. А когда выключат свет у них, то они сразу образуются, через пять минут. Понятно, понятно. Понятно. Скажут, у меня свет выключили, а вот там на Болгаре замок стоит, у него он весь сияет, и сразу пойдут туда стрелять, которые там живут, как было в 17-м году. Причем тут года. Вопрос в энергетическом дефиците. Я вот это всегда повторяю. И поэтому, наверное, растут все время оплаты этого электричества, да? А? Поэтому растут вот эти тарифы на электричество, да, поэтому все время неуклонно растут, да? Ну, естественно, чем меньше, чем они дороже. Поэтому? Меньше поставок, конечно. Поэтому инфляция, цены растут сумасшедшие. в Европе вообще уже большой дефицит. А, скорее всего, это зимой вообще отключится, потому что даже Белоусов, я теперь его сатирую, заявил, что страны, БРИКС, имеющие энергоресурсы, поскольку их уже практически нет, никуда их поставлять не будут. Я что-то сказал? А Белоусов сказал? Откройте интернет, посмотрите. надо, видимо, ему писать тоже, да? Да, ему писали очень много, от него он еще не зависит. Он брат, но руководит по существу сегодня всей ситуацией в стране. Кириенко, а это американский Старлинг. потому что, ну, сами поймите, человек не имел ни малейшего отношения к атомной отрасли, и вдруг его построили министром атомной промышленности. Бывает такое? Ну, у меня была одна задача поставлять обогащенный уран в Штаты. А вот как было дело, когда после революции Игорь Николаевич могли поставить на любую отрасль какого-то умного человека? А человек мог химией заведовать, а потом его поставили руководить другими направлениями. Все-таки как-то люди умели это делать? Или сегодня что произошло? Тогда была еще рентабельная тысяча раз повторяю иудейская система царя земного и тогда специалисты были подчиненные работали все, а начальники они просто организовывали процесс, который формировали специалисты. И там конкуренция в этой области, там, где были максимальные ресурсы западные страны, там максимально быстро шло развитие. А сейчас я тысячный раз повторяю, технологический этап закончился. В материальном мире улучшать больше нечего. По энергетике мы знаем там все, поэтому мы должны переходить в другую социальную организацию. Игорь Николаевич, позвольте еще раз поздравить вас с праздником. Спасибо, я всех тоже поздравляю вас к прошедшим, к сожалению. Да, к прошедшим, но мы хотим, чтобы этот праздник не прошел навсегда, чтобы люди все-таки образовывались, вспоминали эти праздники и писали нам в интернете его сейчас комментарии, писали письм туда наверх, писали Путину, писали Кириенко, чтобы, как говорит Игорь Николаевич, а он знает, что он говорит, чтобы собрали все-таки совещание, где Игорь Николаевич бы подискутировал, а все бы это смотрели и понимали, о чем речь. Да, я Кириенко эти предложения непосредственно мои знакомые делали очень много раз, очень много раз делали. От него ко мне прижал его заместитель по этим ФСБ, мы с ним долго очень беседовали, мы все обсуждали, я ему много раз говорил, что необходимо устроить прямую дискуссию, но все это блокирует. Ну, то есть, вот это олигархи, поскольку у них деньги лежат там в Америке, поэтому они против того, чтобы кошмар какой, кошмар какой. Ну, конечно, потому эта энергетика меняет социальную организацию общества. поэтому то есть финансовые элиты в первую очередь будут все ликвидированы. Вот и все. Все понятно. И они пытаются держаться до последнего. он про выборы Трампа, который телевизор у нас включен. Это будет показывать весь день. А кого там избрали, не показывается. Потому что энергетических проблем он не решает никаких. Ну, он них, наверное, просто не разбирается. А у них же есть свои ученые, которые занимаются энергетикой. Они же создают там что-то. Они все тоже на зарплате сидят. Они уже все создавали, от всего отказались. И сейчас уже в Техасе я много раз был, там большие настроения оценить. Потому что у Техаса по сравнению с другими штатами очень много, ну, достаточно много энергетики. он не хочет кормить все остальные штаты. Там тоже непростая ситуация. Поэтому будет там Трамп или еще управляет финансово верхушку. А это все марионетки. любой нормальный человек понимает. Как их дернут, так они будут скатать. управлять управлять вот это вот. Ну, то есть, в принципе, как он называется. Дерезарский клуб называется. Да, получается, вот лампочка погаснет, и все тогда поймут. вы хотите, чтобы это до момента малой крови, без всякого насилия, чтобы люди образумились. А для этого всего лишь навсего надо, чтобы собрали совещание, на котором Игорь Николаевич выступит и будет слушать оппонентов, и будет объяснять, услышали, увидели. Да, вот же как просто решается, если наконец люди соберутся в этом направлении. Игорь Николаевич, я правильно резюмирую? Нет, что надо, чтобы просто собрали совещание, которым вы... Абсолютно точно. Чтобы тот же Кириенко, либо президент Академии наук, а лучше бы Кириенко, провел это совещание. И чтобы оно транслировалось. Вот. Спасибо, Игорь Николаевич, за встречу. Я надеюсь, скоро мы еще раз встретимся. Я надеюсь, что вы сказали, в Европе уже там идут проблемы с электричеством, с энергетикой. Я надеюсь, что человечество образумится раньше, чем оно вместе с этим электричеством погаснет. Да. Я надеюсь все-таки на разум человеческий. Я надеюсь. Но мне говорят, что я просто оптимист. Спасибо, Игорь Николаевич. Я надеюсь, что мы скоро встретимся. Спасибо. До встречи. Еще раз с праздниками с прошедшими, с 7 ноября. Спасибо. До встречи. До встречи. Ага. У-ху!